Римненская полиция прошлой ночью ловила пьяного водителя. Участие в погоне принимали пять экипажей, чтобы уйти от патрульных. Злоумышленник специально протарадил одну из машин правоохранителей. Пострадали двое полицейских. Как удалось остановить нарушителя, расскажут наши корреспонденты. Вот так после столкновения выглядит служебный Prius. Нарушитель, которого патрульные преследовали ночью, направил свой фольксваген прямо на авто полицейских. Члены экипажа рассказывают, пытались остановить водителя, чтобы предупредить, что он забыл включить фары. Но мужчина прибавил газа. Виктор был за рулем Prius. После происшествия попал в больницу. Врачи говорят, если бы не сработали подушки безопасности, последствия ДТП могли бы стать гораздо серьезнее. Ведь удар пришелся как раз на сторону водителя. У него заподозрано травматичное ушкоджение нервовой системы. Враховывая механизм травматизации, зрозумево, что потерпел ему значительно пощастило. Наразі его жизнью и здоровью ничего не загрожает. Станет его абсолютно стабильным. Напарник Виктора Игорь тоже в больнице. У него ушиб позвоночника. К этому моменту авто нарушителя преследовали, а также поджидали для перехвата уже несколько патрульных экипажей. После того, как злоумышленник протаранил авто коллег, полицейские открыли огонь. Один из наших инспекторов, который был рабо на проезде части, оголил табельно-огнепальную зброю, переверил его томис и совершил два пострела. Один из которых потрапил в бампер левой передней части транспортации, другой в колесо. Только так копам удалось остановить беглеца. Сейчас он задержан. Ему 23 года. Он из Дубровицкого района. Во время погони и стрельбы не пострадал. Принято решение про початок досудового расследования за криминальные проведения, за первинную правовую квалификацию. Полиции рассказали, водитель фольксвагена был пьян. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Ольга Теревинская, Снежана Сидорух, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер Ривне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...